Из-за смены мы отапливаем свои помещения. Значит так, газ отключает, когда пенсионер заканчивается, газ отключает. При подключении газа нам опять привезли в Казань, все инстанции ездят, в Арск, везде, кругом. И так мы полтора месяца подключением занимаемся этого газа, как будто мы заново проводим этот газ. Это только единственное в Республике Татарстан. Нельзя ли это упростить и как-то этому помочь? Например, покупаем землю, участки, ставим объекты. И вот сейчас по-моему законодательству, да, кадастр и стоимость. Откуда берется эта кадастр и стоимость? Раз мы смотрим, нам гукнула какую-то стоимость, которую никто не знает и никто не может говорить. Ни налоговые, ни кто. Как это может быть? 26 миллионов, например. Это промышленные зоны. Стоимость именно земельного участка, объекта. Если оценить, она стоит 5-4 миллиона. А нам 26 миллионов, а деньги не хотите, платите налог. В течение 5 лет мы это там увеличим, увеличим. Получается, мы убытка сидим. Вот два вопроса. Понятно, спасибо. По газу есть вопрос. Мы его не первый раз слышим, к сожалению. Особенно вот в других районах. Почему-то этого не было. Именно Сабы, Арск, сейчас Кукмар. И еще ряд районов нам озвучили. Именно вот эта северная зона. Мы сейчас в ситуации разбираемся. Честно сказать, там с газом разобраться, я прекрасно вас понимаю, проще с чем угодно другим разобраться, чем с газом. Но с электроэнергией еще сложно. Но газ это просто... Ну, вроде у нас страна газифицированная, да? Но работать с газом, я еще раз говорю, это прям суперсложно. Почему-то созданы такие условия. Причем мы сейчас общаемся с коллегами, кто за это отвечает. Но они нам там приносят книги целые, научные труды. И начинают объяснять, что, оказывается, без этого нельзя. У нас такое ощущение, что, ну, как сказать, мы все живем, короче, неправильно. Оказывается, только они знают, как жить надо правильно. И заставляют нас всех с вами жить по этой науке. Вопрос очень сложный, честно скажу. Монополия Газпрома, свои требования, свои правила. Есть позиция Ростехнадзора отдельная по этому вопросу. По Кукмуру нам сигналы эти пока еще не приходили, были по другим районам. У меня просьба по завершению. Подойдите, пожалуйста, к Анжелике, тоже мы ваши контакты возьмем. Ваш конкретную историю тоже рассмотрим. Она, в принципе, ничем, наверное, не отличается. Но, тем не менее, нам нужны конкретные фактуры. Мы сейчас сработаем, у нас вот эти вопросы они поднимали, да, по электричеству у нас тоже вопросы были. Сейчас никаких вопросов не осталось. Вот у любого предпринимателя сейчас спросим. По сетям, по электричеству никакие, ни у кого вопросы. По газу-то есть вопросы? По газу есть вопросы. По электричеству очень мало. Вот они как-то наладили этот вопрос. По газу очень много вопросов. Хорошо, а по газу, если уж, как сказать, очень мало. Не только у них там. Вы сказали, да, согласен, Горгас, ну, газ, считай, будет. Почему других регионов именно такой ситуации нет? Именно только Татарстане. Откруйте, пожалуйста, там сайт, посмотрите. Именно Татарстане только это. Это кто придумал это условие, кто это создал? Вот это надо вопрос уточнить. Откуда она взялась? Именно Татарстане? Или по бору, правильно, Татарстане идет предприниматель, что ли? Это не так просто подключение. Туда идешь, платишь, там. Сюда идешь, платишь, там. Приходишь туда. Если не подключают, извините, вот книжечка, посмотрите, там такая-то статья. Положите терочку, получишь от себя, подпись себе. Никаких проблем.